Ну что, народ, всем большой привет! Я знаю, что многие ждут этого обзора, потому что следили за событиями, как я приобретал этот автомобиль. Не так уж просто он мне достался. В общем, Toyota Sienna, вашему вниманию, 22-го года. Это уже модель, наверное, 22-го года. В комплектации XLE+. Расскажу, в чем плюс, в чем минусы. Я вас приветствую на канале US Family Van. И, в общем, не буду даже свою рожу показывать, потому что, мне кажется, машины намного интереснее, чем на меня смотреть. В общем, канал US Family Van. Я живу в штате Флорида, замечательный город Нейплс. И в городе Нейплс я занимаюсь арендой, сдачу в аренды автомобиля. Это 7-8 местные автомобили только. Автомобили все новые, свежие. У меня был один автомобиль, Toyota Sienna, 2011-го года. Я ее не сдал в тренд. Я ее сейчас продаю. У меня летит покупатель аж из Нью-Йорка. Тоже подписчик. И, соответственно, он будет покупать автомобиль. В смысле он уже купил автомобиль. Сразу говорю, продал я его очень дешево, за 12 тысяч долларов. Машина в идеальном состоянии. Все знают, что я недавно только провел ее комплексное ТЛО. У официального дилера все попеременял. Все сделал. В общем, вложил еще 2000 долларов в машину. Ну и до этого я обслуживал его в официальном дилере. Но сейчас не об этом. Сейчас давайте мы поговорим про Toyota Sienna, которую я приобрел. Значит, все расскажу, покажу. И самое главное, что мой обзор будет, а, во-первых, обывательский, б, непредвзятый. То есть я не отношусь к людям, которые купили себе эту машину и пищат, визжат, потому что это капец единственная машина. Рассказывают, почему они купили, какая она клевая. Нет, поскольку у меня несколько автомобилей, точнее сказать, 8, то я и буду рассказывать. В принципе, нет, предвзято все плюсы и минусы прям по ощущениям. Более того, у меня есть абсолютный стопроцентный одноклассник. Это Honda Odyssey 22 года. Тоже модельный ряд. Прям последняя-последняя самая с обновлялками. Есть на нее обзор на канале и можно посмотреть. И это будет очень хорошее сравнение. Я, в общем, расскажу сейчас об этом автомобиле, а потом обязательно поставлю два автомобиля, и мы с вами посравниваем все остальное. Ну что ж, итак, вашему вниманию, автомобиль, который я приобрел буквально несколько дней назад у официального дилера, правда, не в Нейплс, а в Форт Марс, потому что в Нейплс у нас машин не было. Машину я должен был ждать месяц до 16 декабря, но, к счастью, мне позвонил менеджер и сказал, что есть белый, чуть подороже. Но получше комплектация и, в общем-то, еще, можно сказать, по старой цене, и я ее купил. Внешность, ребята. Мне нравится ее внешность, это очевидно. Машина, несмотря на то, что это все-таки кладовка минивэн, утилитарный такой, знаете, прямо семейный мамомобиль, ну или там семейный мобиль, смотрится он все равно очень-очень круто. И долго очень Сиена не обновляла свой дизайн. И тут она выдала просто, я считаю, внешний перл. Ну, прям реально. Машина смотрится по-современному, очень круто. Очень много они изменили в лучшую сторону. И когда я эту машину увидел однажды на дороге, я сказал, оба она, нифига себе Сиена. Круче ли она смотрится экстерьером, чем Хонда Одиссей? Абсолютно точно да, она мне нравится больше, потому что в Хонде Одиссей мне не очень нравится дизайн. Хотя машины бесспорно офигенные, но мне не очень нравится ее внешний дизайн. Ну, как бы, ладно, сойдет. Все равно автомобиль своеобразно такой, как бы, семейный и под определенные функции заточены. И там, в принципе, не до дизайна. Здесь же мы говорим о том, что ты едешь и смотрится просто обалдеть. Единственное, но, не могу понять почему, но почему-то они заднюю часть бампера не покрасили. То есть она не то, что серо-черная, вот такая вот, она прямо не покрашена вообще. То есть это не грунтовки, ничего. То есть это просто вот такое, знаете, вот, ну, как вот он изначально с завода идет, черный пластик, вот они такой и оставили. Ну, здесь вот стоит шильдик, что это Excel и гибрид. Да, гибрид. Поездил я несколько дней на этом автомобиле. И, в общем, скажу так, что оно, в общем-то, не едет. Оно, правда, и не ест бензина, но оно и не едет, так откровенно говоря. Ну, что здесь из фишек? Из фишек здесь стоят рейлинги. В принципе, все. Есть еще датчики мертвых зон, слепых зон. Есть подогрев зеркал. Есть открытие с ноги, я называю так. Причем, знаете, что прикольно, что открываются эти двери. У Форда надо помахать ногой, да, то есть вот так вот. Вот так вот. А при этом вот я даже сейчас, как мне пояснил менеджер, говорит, ты попробуй. То есть я действительно должен поймать свой центр тяжести и вот так вот сделать, да. Но при этом это не так удобно. Здесь же все проще намного. Я просто должен завести ногу и вытащить. Все. Если у меня ключ в кармане, он еще в кармане. Как вы видите, дверь открылась. Супер, да супер. Это реально крутая функция, когда заняты руки. Также она, кстати, и закрывается. Все. И закрывается. И, в общем, еще есть фишка. Она никогда не зажмет вам руку, потому что если поставить, она тут же отъедет назад. Пробовал, покажу. Есть еще одна фишка. Помимо того, что в старой сиене мне можно было делать вот так вот, и дверь открывалась, то в этой сиене они сделали очень прикольную функцию. Я могу недостаточно нажать на кнопочку, и дверка сама открывается, и точно так же закрывается. Удобно. То есть, три вида открытия. Это нонсенс. Я могу делать это ногой, я могу делать это, когда я потянул ручку, и я могу делать это, когда я нажал на кнопочку. Нажал на кнопочку, дверка открывается. В общем, одна и та же функция для всех любителей, для самых ленивых, для не особо ленивых. Короче, как угодно. Ну, и естественно, я могу нажать на кнопку внутри, если нахожусь. Вот здесь она кнопка, немного низковата, но как бы дверь закрывается. Очень прикольная фишка с багажником. То же самое я могу ногой сделать посередине, и вот она открывается. Я могу также закрыть. Точно так же я делаю, и она предупредила меня несколько раз, попищала, потом два коротких, один протяжный, и она закрылась. Оба-нца! Круто-здорово! Круто-здорово! Недавно доставал тяжелые такие пакеты, и в обе руки взял, и обычно там надо как-то изгаляться, нажать на кнопку. А тут просто ключ в кармане, вот он показывает. То есть у него вот такой вот дугообразный контур, вот этого вот сенсора. И в общем он работает вот примерно посередине. То есть справа-слева не сработает. В общем, фишка, фишка. Так, что еще? Ну, по классике жанра. Это, кстати, машина восьмиместная, они бывают, и она моноприводная. Они бывают полноприводные, бывают семиместные, с двумя капитанскими сиденьями. Здесь же это сиденье достается, мы с вами его достанем, и складываются вот сюда. Это очень удобно, потому что на Хонде Одиссей у меня так не происходит. То есть я не могу взять и как бы сложить сиденье вот сюда. Его приходится у меня держать в гараже, когда оно не нужно. Восьмое место, да? Здесь все просто. Раз и сложили. Все. Ровный пол, в принципе, сложили. Вот вам сиденье. То есть можно сложить, и у вас получается длинный ровный пол. При этом обратите внимание, на третьем ряду, очень комфортная посадка, но она сохранилась точно такая же, как и на старой сиении. Все то же самое, все комфортно, здорово. Единственное, убрали они ящики, которые там были, и добавили вот здесь вот видите, USB и S-USB. То есть здорово. Здесь же укомплектован, но это только в этой комплектации, есть розетки. Причем она не одна, она здесь и еще есть там. Покажу тоже. Сиденье складывается в ровный пол, пожалуйста, для перевозки. Здесь у меня есть еще секретки, они мне втюхали, ну они ладно нужны. И номер в случае, когда у вас есть номер передний. В нашем штате не требуется передний номер, он поэтому не нужен, от слова вообще. То есть как бы без разницы. Только задний номер в штате Флорида используется. Ну что, еще одна очень прикольная фишка, это память высоты открытия крышки. Да, она обычно регулируется, либо принудительно, вот там внутри в программе, да, либо бывает на двери такая шайбочка, когда можно там 2-3 положения. Здесь же вообще уникально, потому что по сути, я могу как угодно, допустим, даже вручную, вот так вот сделать багажник, поставить, и нажав два раза, он запомнит у меня именно это положение. Все, как бы на этом. То есть, либо он закрывается с кнопки, либо закрывается снизу, и память, которую можно на любое, если у вас какие-то есть наверху в гараже, допустим, там удочки положили, что-то еще, в общем, легко запомнит, и все нормально. Ну, что мы с вами видим здесь для задних пассажиров? Нажимаем на кнопочку, открываем. Что у нас есть с вами для задних пассажиров? В принципе, ну, все то же самое. Единственное, вот таким вот образом у нас стало передвигаться сиденье вперед-назад, и по-прежнему вот это вот откидывается назад. Здесь они продуманно сделали, чтобы вы не путались и не ломали. Вот здесь видите, один тянете, вот так вот, короче говоря, и она у вас отсюда открывается. Здесь у нас два тянете, так вот здесь можно сложить, да, у нас два тянете, и вот там вот три хлястик тянете, и у вас получается, в принципе, то пространство, которое необходимо для того, чтобы полностью снять эту штуку и убрать. Сейчас я покажу, мне просто не получится снимать и показывать, я один снимаю, но я вам сейчас покажу, как это делается. Вот так, короче, я снял это кресло, сейчас вытащил, вот так оно складывается, и вот смотрите, как раз таки, одной рукой я снимаю, второй беру кресло, у меня здесь образовался проход, и я несу, у меня одна рука занята, вторая занята, я снимаю телефоном. И тут как раз у оба онца, функция для людей, которые иногда таскают, что-то не очень удобное, для того, чтобы им было удобнее все это убирать, и вот это сидение теперь могу взять с собой. Это вообще, вообще, честно говоря, супер, потому что, потому что в случае, я говорю, там тоже самый Хонды, у меня, к сожалению, это опционно приходится хранить в гараже, если человек говорит, что, блин, вдруг вам понадобилось восьмое место, то, соответственно, вы его поставить сразу же не можете, надо доставать из гаража. Все, ребят, все установлено, все сделано, все готово. И закрываем с вами. Так, ну что, садимся вовнутрь. Ну, в принципе, те же капитанские сидения, подлокотники, все удобненько, все доступненько. Это все старая добрая сиена, и ничего другого, в принципе, вы здесь не увидите. Что улучшилось? Момент раз, закрываем. Это ручка. Ручка теперь стала не только в одном месте, а даже если у вас маленький ребенок залазит, и, допустим, вы ему в этот момент не успеваете помочь, то он легко дотянется до нижней ручки. Ручка сделана из такого прорезиненного, знаете, прорезиненного пластика, и очень тактильно, и она цепляется, она не скользит, даже если у вас рука вспотела. То есть, очень прикольный пластик, он прямо как резиновый такой, не жесткий. Вот. Здесь есть шторки. Недавно я вам показывал обзор Cadillac Escalade, так вот там дефлектора просто допотопно старые, такие, знаете, круглые, прямо, ну, прям совсем вау, какие дурацкие. Здесь же посмотрите, какие они сделали дефлектора. Вот так его можно закрыть, если вам ребенку дует, вот так открыть. Лампочки, светодиоды, но при этом они желтого цвета. Странно, но факт, но, в принципе, вполне себе уютно. Здесь у нас динамик, открытие еще есть вот такое вот, то есть, вы можете открыть, остановить, защелкнуть. Здесь небольшой карманчик, правильно они сделали, потому что и для бутылки, ну, для бутылки, простите, для стакана, да. Кармашки здесь, здесь что мы с вами имеем, еще подстаканники, розетка обыкновенная, американская, для нас классическая, и еще одни слоты, то есть, порт USB и S-USB. Тоже здорово, круто, прям отлично. Что еще? Самое главное, что изменили, это вот это. Ребята, это просто гениально, что же они сразу так не сделали. Во всех Сиенах до этого выпуска управление климат-контролем было справа, и оно было на весь салон. Здесь же нонсенс. Мало того, что они вывели его удобно, то есть, раньше для того, чтобы было мне выставить температуру, вернее, слева оно было, вот тому пассажиру, если он вдруг сидит там, ему надо тянуться, там, в общем, настраивать, или просить кого-то, кто сидит здесь. Здесь же, теперь оно на потолке, любой может дотянуться, но самое главное, их четыре, то есть, четыре зоны, две впереди, и две сзади. Слева, справа, и также, видите, режимы мод, которые можно выставить, или просто автоматический режим. Супер, Toyota, блин, молодцы, очень удобно, очень функционально, и прямо браво. Дефлектора, подсветка, то есть, здесь, в принципе, все, все, как и было. Ну что, открываем и пересаживаемся на место капитана. А, по-моему, на таком корабле себя иначе и не чувствуешь. Закрываем. Закрываем ножкой. Все закрывается. Я еще не снял с этой стороны этикетку, ну ладно, сниму попозже. Так. Что ж, пересаживаемся сюда, и что мы здесь с вами видим? Давайте начнем сразу с панели приборов, потому что она выглядит вот таким вот образом. С одной стороны, это классические стрелки и посередине очень маленький цифровой экран. С другой стороны, левая часть, она принципиально отличается, потому что здесь, как вы видите, есть три режима. Режим зарядки, режим эко, режим пауэр, тогда, когда вы используете двигатель бензиновый. Посередине у нас табло, которое показывает цифровые всякие данные, то есть, оно просто LED такое, да, соответственно, вы здесь видите все, что вам необходимо. Ну вот, обратите внимание, кстати, самый первый и огромный плюс, помимо внешнего дизайна и удобства, это гибрид. 243 миль у меня пробег, я проехал на полном баке, который мне, ну там, почти полный, который мне заправили, и еще на 389 миль он мне показывает, что я могу проехать. То есть, итогом мы с вами можем посчитать, что фактически на больше чем, ну почти 600 миль мы можем проехать на одном, 600 миль это почти 900 километров, мы можем проехать на одном баке, на одной заправке, ну вот, если так говорить. При этом стрелка, вот здесь вы видите, она отклонилась у меня всего ничего, и говорят, пока не знаю, еще не проверял, не заправил ни разу, говорят, что заправляется машина буквально на там 15-20 долларов, то есть фактически это просто гениально, но я естественно расскажу все как есть и посмотрим, как у нас что будет. В общем, руль тойотовский, классический, есть адаптивный круз-контроль, но я уже говорю, что есть практически на всех версиях, здесь тоже все по классике, единственное, что есть автосвет, это очень удобно, в плане того, что у вас, когда нужен дальний, она сама включает дальний, она в общем сама все фары регулирует, то есть отличная крутая функция. Значит, здесь у нас с вами автоматическое электрооткрытие зеркал, блокировка, открытие стекол, электрорегулировка зеркал, все классика. Здесь у нас с вами коробка передач, она тоже классическая, без всяких каких-либо изысков, ну, такая, знаете, классика, классика. В моей версии есть беспроводная зарядка, сюда кладешь телефон и он заряжается, и здесь, в принципе, отдельный слот USB, и здесь, если вдруг она потеряла ключ, то здесь можно будет в общем положить, чтобы дезинфицировать ключ. Здесь у нас переключение режимов движения, их три всего, эко, смотрим, у нас простой режим и режим спорт, то есть вот, ну, по сути, три режима. Я пока ездил на эко, ну, машина при эко не едет вообще, попробуем на спорте. автоход и EV-мод, это, в принципе, режим движения от электродвигателя. И электронная парковка. Все. Здесь у нас с вами ящичек с подстаканниками, раз, два подстаканники, три, четыре. Это еще сюда втыкается телефон, если вам нужно телефон поставить отдельно. Здесь у нас огромный ящик, куда можно все сложить. Здесь два армрест, подлокотника и бардачок, и, внимание, бардачок с подсветкой. Гениально, молодцы. Даже с такими мелочами, но заморочились. Ну, в общем, брызги, слюни, сопли. Как бы здесь у нас управление, отсюда открытие дверей, открытие люка для проветривания, так, открытие багажника, кнопочка SOS и вот это вот зеркало, в которое вы можете видеть задних пассажиров. Очищника, кстати, нет. А раньше он был совмещенный вместе с очищником и зеркала было побольше. Ну, как бы, не знаю, я им не пользуюсь обычно. Все, с этим мы разобрались, это мы с вами посмотрели. Теперь, самое главное, ребят, медиасистема. И она же будет являться нашим главным минусом. Буду рассказывать, как есть. Но вы посмотрите на вот это вот все. Ну, это какой-то допотопный вообще в каменный век и зачем это надо было делать, почему нельзя было иконки изменить в сторону, как бы, хоть каких-то, не знаю, хоть какого-то элементарного дизайна. В части надписей, ну, это 2008-2005 год. Я не понимаю, Toyota, где вы? И это я еще заплатил за GBL. То есть у меня стоит суперакустика, стоят вот здесь пищалки GBL и это типа супер-пупер. Но медиасистема при этом, ну, просто, ребят, ну, не знаю. Ну, посмотрите. То есть это прямо 2008 год и 5 класс, самое начало эры медиасистем. То есть все крайне-крайне примитивно. Да, климат-контроль вот здесь внизу, да, сделаны такие прикольные кнопочки. Они там наверх-вниз. То есть это все у нас изменилось. Здесь же все осталось по-прежнему. Про карту я вообще молчу. Ну, как бы, это прям совсем нет. Но самое большое, не знаю, удивление у меня вызывает вот это. Смотрите, переставляем с вами на задний ход и ОБАНЦА! Посмотрите, это камера заднего вида. Ребята, у меня на крузере в 2008 году на 200-ке была такая камера, но окей, там было простительно, у крузера, ну, как бы, начало эры камер и вроде как опция. Короче, она такая позорная и ужасная, что я вам передать не могу. Да, тачскрин, да, как бы, хотите так, хотите так, ну, все это есть у всех. Но как можно было вот это вообще сделать, у меня нет слов. Toyota, это просто жесть. Далее, из плохого. Ну, ладно, полок, удобство, функционал, все супер. Но вот это все, ребята, это все. Видите, он такой немножечко, как бы, такой пухленький. У него полностью антураж, якобы, вот такой, вы знаете, как кожа, как это сделано, например, тот же самый Honda Odyssey. Но здесь это все дешманский, самый убогий, самый такой дешевый и звенящий пластик. Ничего вы здесь, вот только вот эта вот часть кожаная и ологи, они сделали вот эту часть из мягкого пластика. Здесь тоже прошито красиво, здорово, но тот функционал, где вы фактически не прикасаетесь руками, он весь, как бы, ну, прямо деревянный. То есть, настолько дешево, что прямо вот, ну, Toyota, Toyota. Да, вот здесь вот строчка и здесь, как бы, она прямо реально прошита и кожа, то есть, тут все, в принципе, здорово. Такая, посмотрите, у нее, она разные фактуры, здесь вот она сделана в какую-то такую вот как бы сеточку, здесь она просто ровная, то есть, это все здорово, но вот это прямо вау, как дешево. Ну, удивительно, но с другой стороны, Toyota, что мы хотим? из того, что едет. Ну, давайте, я сейчас прям пристегнусь и прокачусь с вами из того, что едет. А точнее сказать, оно не едет. На эко-режиме вы не слышите двигателя, я в первый раз еду на гибриде, очень такое странное ощущение, я начинаю движение, у меня звука двигателя нету, задний ход вообще только электрический, и правда, браво, это делает коробку практически неубиваемой, потому что, посмотрите, я назад могу двигаться только на электродвигателе, все, двигатель бензина, у меня не работает. Соответственно, коробка всегда работает только в одну сторону, что делает ее практически в вечной. Едем, офигенная плавность хода, сказать, что ты плывешь, это прям ничего не сказать, она плывет, она плывет и ничего не тратит, но стоит только мне ускориться, как, опс, и она не ускоряется. В общем, и целом, динамики вот этого автомобиля не дождетесь никакой. Против моей Сиены 2011 года с 3,5-литровым движком, которая прокручивает резину, ну, ребят, ну, это прям совсем ничто, но, с другой стороны, и затраты по бензину здесь никакие. В общем, и целом, очень хорошо работает система круиза, я пробовал, держит полосу, все здорово, система безопасности вообще выше всяких похвал, потому что она определяет пешеходов, стоят двойные датчики, стоит датчик здесь, стоит датчик в капоте, под капотом, точнее сказать, и, соответственно, ночью, если кто-то выбегает, она сама будет останавливаться, в общем, система безопасности, предупреждение от столкновения, это просто там система на системе, система погоняет, это тема для отдельного ролика, я обязательно вам еще покажу, как это, как бы, описывается, ну, если вам оно будет, конечно, интересно. Так, могу сказать следующее, сейчас я переключусь уже на себя, так, могу сказать следующее, машинка отличная, просто супер, для практичных людей, которые хотят сэкономить денег на бензине, которые хотят получить комфортное вокруг, вот такое вот, но очень практичное при этом место, да, то, мне кажется, лучше не придумать, для тех, кто не гоняет, возить детей в школу, передвигаться в путешествии, мягенько, плавненько, не затрачивая на это силы бензин, имея под рукой кучу подстаканников, ящик, сториджей, всего на свете, зарядок, в общем, просто сели и поехали через всю Америку, не знаю, через всю свою страну, куда вы там собираетесь, безопасность, супер, куча опций, куча помощников, куча тоже, ждать от этого лакшери, то есть ждать внешнего, внешнего вида, который вы видите, такого же внутри, даже по качеству материалов, не стоит, то есть если, скажем так, выбирать между Хондой Одиссей, которая может быть не настолько, прям сильно броская, я, честно говоря, выбираю Хондой Одиссей, потому что она смотрится более современно, здесь все-таки больше, такого, знаете, консерватизма чувствуется, в общем, ребят, выбирать вам, машина очень неплохая, у каждого все свои плюсы и минусы, кому-то нужно иногда поддать педальку, забудьте, это не работает, кому нужно сэкономить и просто ездить с пункта А, пункт Б, это, знаете, такое немножечко, я назову это не американский, это точно европейский подход, то, скорее всего, да, оно точно пойдет, поэтому очень рекомендовано, это, этот автомобиль, очень рекомендую для людей, семей, для тех, кто занимается, допустим, извозом на Uber, для тех, у кого предвидится долгие путешествия, в этом плане вы вряд ли найдете более комфортный автомобиль и, самое главное, более экономичный, ну что ж, а дальше я буду рассказывать об эксплуатации этого автомобиля, все как есть, буду, будет ломаться, буду рассказывать, что ломается, не будет ломаться, не буду рассказывать, в общем, следите за событиями, видеодневник, всем пока-пока, подписывайтесь на инструкцию, в инстаграм, туда можно задавать вопросы, кого будет интересовать заказ такой машины, пока, наверное, сложно, очень сложно найти машины, в Москве, я посмотрю, они стоят в районе 8 и выше миллионов рублей, это, конечно, для такого автомобиля немножечко дорого, мне кажется, то же самое, альфард легко заткнет за пояс, но есть свои плюшки, приколы, как бы, интересные вещи, поэтому, пишите, посмотрим, что можем сделать, ладно, пока-пока, увидимся, спасибо, что были на канале, как всегда, с вами US Family Van, пока-пока, пока-пока, Субтитры сделал DimaTorzok,